Порядок действий сотрудников милиции при задержании и доставлении граждан четко регламентирован нормативными правовыми актами Республики. В том числе определены конкретные условия по применению физической силы, специальных средств и оружия. Ограничение и лишение личной свободы возможно лишь в случаях и порядке, установленных законом. Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку законности его задержания или ареста. В случаях несогласия граждан с действиями сотрудников, законодательством закреплен порядок обжалования действий и принятых решений органами внутренних дел. Причем принятие решения по любому административному материалу осуществляется руководителем органов внутренних дел только в рамках компетенции. В случае признания, как правило, правонарушителем своей виновности, раскаяния и непривлечения ранее за аналогичные правонарушения. Все остальные случаи, как правило, в судебном порядке. Вместе с тем, в 2014 году в органы внутренних дел поступило более 6 тысяч жалоб на действия сотрудников милиции. Но их количество по сравнению с 2013 годом снизилось почти на 10%. Из общего количества жалоб каждые десятые признаны обоснованным, изложенные в них доводы полностью либо частично подтвердились. Их сотрудникам принимались соответствующие меры реагирования. Общее количество жалоб поступивших непосредственно в Министерство внутренних дел сократилось на четверть, но тем не менее составило 373. О неправомерном применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в течение года поступило только 5 заявлений. А в целом признано обоснованными полностью 17 жалоб поступивших в Министерство внутренних дел. В первом квартале 2015 года аналогичная динамика и тенденции в целом сохраняются. Предпринимаемые меры дали положительный эффект и позволили обеспечить безопасность на улицах, но мы понимаем, что еще много предстоит сделать в этом направлении.